Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил жителям Донского региона принять участие в проекте «Сделаем вместе». С этим проектом появился и термин «Инициативное бюджетирование». В чем его суть? Жители любой улицы, поселка, микрорайона могут предложить проект благоустройства или строительства объекта, необходимого для комфортного проживания, переходной мостик, тротуар, детскую или спортивную площадку. Конкурсная комиссия правительства Ростовской области рассматривает проекты и победивший получает финансирование из областного и местного бюджетов. В этом году в Новошахтинске в рамках проекта «Сделаем вместе» строятся два объекта – спортивная площадка в поселке Радио и театр под открытым небом в поселке Несветаевский. С момента постройки нашей школы, это уже почти 40 лет, эта площадка практически не обновлялась, лишь дважды мы получали какие-то элементы тренажеров. Вот наличие такой площадки, которая будет модернизирована, позволит нам привлечь и граждан, которые здесь и так отдыхали. До этого по вечерам и утром занимались физкультурой и спортом, а также мы будем проводить уроки физической культуры на открытом воздухе. Работы на объекте выполняет ростовская организация «Строительные решения». А какова же роль жителей, если проект планируется осуществить вместе? Очень отрадно, что более чем 14,5% оказали финансовую поддержку в реализации данного проекта. Конечно же, стоит отметить, что проект стоит почти 2,5 миллиона, и здесь 72,5% – это средства губернатора, а остальные средства – это средства местного бюджета, в том числе средства физических лиц – 14,5%, около 4% – это средства юридических лиц, и непосредственно 9,5% – это средства местного бюджета. Это спортивная площадка, излюбленное место всех, поэтому всем найдется работа для того, чтобы она стала, ну, как своеобразным парком отдыха. Конечно же, здесь планируется вот уже для того, чтобы было комфортно отдыхать, высадить зеленое насаждение. Я думаю, что вот первый наш год и день древонасаждений, который будет в октябре, вот этим мы здесь и займемся. Еще один проект, победивший в конкурсном отборе – театр под открытым небом. Он уже практически готов и расположился на территории подросткового клуба «Созвездие». В этот проект входит приобретение большого надувного экрана, проектора и аппаратуры. То есть это оборудование, которое нам поможет показывать фильмы, мультфильмы, всевозможные там киножурналы, и все это будет вот на открытом воздухе. Подростковый клуб по месту жительства должен все-таки основываться на семье. Родители с детьми должны быть рядом. Вот мы их подтянули в спорт, мы подтягиваем их для участия в наших концертных мероприятиях, поэтому была задумка именно сценического комплекса. Но хочется еще, чтобы просто молча посмотреть что-то и потом обсудить, что. И, конечно же, появилось. А почему бы не посмотреть фильм? Опять же, это была идея жителей, потому что они пришли и сказали, что хочется просто бросить плед, сесть на землю и смотреть. Подрядчиком на этом объекте выступила новошахтинская компания МЭС, руководит которой Юрий Владимирович Ушанев. А финансировали строительство тоже все вместе. Из областного бюджета мы получили 2 миллиона рублей на приобретение всего того, о чем я вам рассказываю. Здесь было софинансирование за счет местного бюджета. Здесь нам помогли предприниматели. Хочется сказать большое спасибо и МЭС нашему предприятию, и также предприятию Ригма, которые оказали спонсорскую помощь, перечислили денежки на счета города и оплатили часть этого проекта. И также жители этого поселка приняли участие, собирали деньги тоже на счета, которые ложились на счета администрации. Были созданы специальные расчетные счета, и кто желал, тот мог внести посильную часть на приобретение данного оборудования. В общей сложности наш проект обошелся в более 2,5 миллионов. Здесь очень много сделано еще дополнительно. Вот если вы заметите, спортивная площадка была отсыпана отсевом, чтобы рядом со сценой тоже... Это помогали жителям все это рассыпать, помогали все это делать. Кто помогал техникой, кто помогал просто физическими силами, кто помогал финансово. То есть была абсолютно разная помощь. Этот проект мы сделали вместе. Поэтому я хочу сказать всем спасибо огромное, всем, кто принимал в этом участие. Кто помогал финансово, кто помогал просто своими силами, кто приходил и помогал советом. То есть каждый кусочек того, что мы сделали, он будет использоваться. И использоваться жителями этого поселка по назначению. Забереженные отношения, ну я хочу сказать особые слова, потому что сделать тяжело, но еще тяжелее это сохранить. Поэтому я хочу призвать всех, хотя нас очень, хочу опять сказать большинству людям большое спасибо за то, что они понимают это. Что взрослые люди стали делать молодежи замечания, что за собой надо убрать, что портить нельзя, рисовать нельзя. Что если для вас открыты ворота с 6 утра до 10 вечера, если вас сюда пускают и пускают столько, сколько вам нужно, то будьте добры, ну вести себя здесь подобающе. Все это идет на то, чтобы наша молодежь становилась немножечко лучше. Но сейчас такая жизнь, в основном родители, конечно, заняты зарабатыванием денег. Они с утра до вечера на работе. А дети предоставлены сами себе. Вот чтобы такого не было, мне бы хотелось, чтобы вот таких мест по городу было как можно больше. И как можно больше было неравнодушных людей. Новошахтинцы активно включились в губернаторский проект «Сделаем вместе». В этом году на конкурс отправлено еще несколько предложений. Ведь как это здорово, получить финансирование на благоустройство, самим принять участие в работе и украсить свой поселок новым объектом.